МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чего с помощью голосования к аэропорту выберут уникальное имя. Здравствуйте. О других не менее интересных новостях Иркутской области расскажем в ближайшие полчаса. Но вначале короткие анонсы основных тем. Не выходят дальше своих дворов жители поселка Марково под Иркутском. Уже несколько дней здесь орудует медведь. Как пытаются поймать хищника, загрязшего уже шесть собак, расскажем сегодня. Сто школьников вышли сегодня на дороге Иркутска в рамках акции «Шагающий автобус». Они пытались привлечь внимание к проблеме участившихся аварий с несовершеннолетними. С начала года в области шесть детей погибли, а более двухсот получили травмы. Облубить знания о строении человеческого тела смогут иркутяне благодаря необычной выставке. В чем ее изюминка, поведуя в рубрике «Повесточки». И теперь о событиях дня подробнее. Шесть убитых собак. Таков послужной список медведя, который с прошлой недели терроризируют жителей поселка Марково под Иркутском. Сегодня список жертв хищника вновь пополнился. Тем не менее, поймать его пока не удается. Все подробности в первом материале выпуска. Вот сегодня что у нас произошло с пяти утра. Напал медведь большой. Никто, никто, никто не может предпринять милицию. Вот одна собака. Хватит блогер. Вот пробирался в загон. В поселок Марково Иркутского района его никто не приглашал. Но он все-таки пришел. Около трех часов ночи медведь вышел из леса. По словам местных жителей, жертвами хищника стали сразу четыре собаки. Более того, буквально вручную пришлось отбивать у хозяина тайги домашний скот. Медведь орудовал в поселке до самого рассвета. Утром я, как обычно с ребятишками, утренний завтрак и все. Окошко чуть-чуть прикрытое. У меня забора нет. Я посмотрю непосредственно в окошко и вижу, наблюдаю только картину, что стоит медведь. Облокотившись просто-напросто на березу. И все, у меня началась паника, истерика. И он побежал в сторону помойки. У нас там свалка. Он побежал в ту сторону. За неделю это уже второй кровавый визит медведя в Марково. Шесть дней назад он загрыз двух собак. Люди боятся, что аппетиты зверя могут увеличиться. На помощь жителям пришли специалисты Иркутской службы по отлову животных. Они изготовили специальную клетку. Однако хищник оказался хитрее. Он трижды достал приманку, но в ловушку так и не попал. Сегодня сюда привезли новую клетку. Она куда больше в размерах. Однако и в этот раз задумка может не реализоваться. Дело в том, что свою войну хищнику объявили местные жители. Три ночи стояла у нас прежняя ловушка. Он постоянно приходил по два раза за ночь. Прошлую ночь здесь стояли охотники. Дежурили. Ловушка у нас пустая. В том плане, что он не приходил. Но, как нам известно, ушел в другое место. Задрал двух собак. То есть чувствует, конечно, охотников, чувствует оружие. Народное ополчение и клетку-ловушку по факту можно назвать самоуправством. Об этом нам заявили в Министерстве лесного комплекса. Накануне там официально выписали разрешение на отстрел медведя. Займется этим общество охотников Шелиховского района. Со стороны профессиональных охотников подход куда более серьезный. Искать зверя будут с воздуха, а также ждать его там, где он оставил трупы убитых собак. Территория огромная, так что без помощи силовиков не обошлось. Сейчас на месте последнего появления медведя в Марково проводится настоящая спецоперация. Работают сотрудники СОБРа, полиции и члены Шелиховского охотообщества. Операция может затянуться, поэтому уже сейчас готовятся ночные позиции. А местных жителей просят без лишней надобности не покидать свои дома. Жители не против неудобств, а за них. Ведь опыт последних дней доказал, остановить хищника способен лишь огонь на поражение. Павел Жолодев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Ситуацию с медведями в этом году многие охотоведы уже назвали нашествием. И у них есть на то все основания. Ведь сегодня хищников в лесах в три раза больше оптимальной численности. Только в этом году медведи уже трижды нападали на людей. Более подробная статистика прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»! Опасностей много и на дорогах региона в последнее время. Что ни день, то появляются новости об авариях с пострадавшими детьми. Вот эти фото из Нижнеудинска. Десятилетний мальчик переезжал дорогу на велосипеде, когда его сбила иномарка. Ребенок выжил, но получил травмы. Участившиеся ДТП с детьми – повод для серьезного беспокойства всех жителей региона. Как пытаются исправить ситуацию, расскажем в следующем материале. Для детей игра, для взрослых – важная работа по профилактике. Сегодня эти иркутские третьеклассники примут участие в акции «Шагающий автобус». Шагать будут не просто так. Инспекторы ГИБДД построили для них безопасный маршрут. По дороге напоминают о правилах и нюансах дорожного движения, которые большинство детей не знают. Это одна из ловушек. Обратите внимание, как припарковано транспортное средство. Если вы вот с вашим ростом сюда шагнете, и водитель, который выезжает оттуда, он вас просто не увидит. Этот и другие важные моменты не учли десятки детей. Ходили по обочинам, перебегали проезжую часть там, где нельзя этого делать. В регионе – всплеск аварий, в которых страдают несовершеннолетние. Большинство ДТП происходят именно по их вине. С начала года на дорогах области шесть ребят погибли, более двухсот получили различные травмы. Среди них и шестиклассник Рома из Братска. Это сейчас он выучил правила на зубок, а еще полтора месяца назад с другом думал совсем о другом. Мы пробежали и не увидели эту машину. Нас сбило от большого. Потом нас убежали на скорой помощи в детской городской больнице. Чтобы таких историй было как можно меньше, профилактические акции с детьми проходят не только в Иркутске, по всей области. Там, где назревает необходимость в этом. Ребята заранее готовятся, рисуют плакаты. Так запомнить правила, которые однажды могут спасти жизнь, проще. Только с начала учебного года более пяти тысяч детей приняли участие в данной акции. Сегодня более ста ребятишек принимало участие только на территории города Иркутска. А всего на территории города Иркутска и Иркутского района обучается более 140 тысяч школьников и дошкольников. Охватить всех вряд ли удастся. Да и делать это по большому счету должны родители. И не только тех ребят, которые идут с шарами и плакатами. У них сегодня есть еще одна важная миссия. Заставить задуматься о правилах водителей. Для этого можно и движение на пару минут задержать. Зато на детей обратили внимание. Заставить нашу жизнь! Сколько жизней сохранит эта акция, вряд ли удастся подсчитать. Главное, чтобы шоферы обращали внимание не только на ребят в ярких жилетках с плакатами, а абсолютно на всех. Только тогда аварий с детьми станет меньше, когда и они, и водители перестанут быть друг для друга на дороге невидимками. Алена Паладенко, Андрей Назаров. Новости по будням. Кардинальные изменения дорожной обстановки сегодня смогли заметить все жители Иркутска. Ведь впервые с 29 сентября утро в городе началось не с 9-ти бальных пробок. Способствовало этому долгожданное открытие движения по объездной дороге микрорайонов Первомайского и Университетского. Работы по замене трубопровода на транспортные развязки велись 12 дней. Все это время автомобилистам приходилось объезжать перекрытый участок по соседним улицам. Как итог, формировались гигантские пробки. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону, но вопросов от этого меньше не стало. Причем не только у горожан, но и у чиновников. Рано утром объездную проинспектировал заместитель министра дорожного хозяйства Иркутской области. Он отметил, что проведение таких технически сложных работ осенью крайне нежелательно. На будущее, я считаю, что, конечно, тут надо администрации города Иркутска. Очень, ну, я думаю, опыт у них уже есть, да, очень плотно подходить и очень грамотно садиться и распределять сроки, время выполнения, объемы, распределять грамотно, чтобы как можно меньше создавать заторов. То есть тут, я думаю, что тяжело было с тем, чтобы правильно здесь организовать схему движения. Замечания возникли и потому, что сегодня возле развязки было минимальное количество рабочих. Ведь, несмотря на то, что на объездной осталось лишь провести благоустройство, сроки крайне сжаты. Завершить все необходимо до 20 октября, то есть за 9 дней. Всего же в этом году на развязке удалось не только обновить коммуникации, но и увеличить ее пропускную способность. В своем окончательном виде объездная Первомайский и Университетский предстанет перед горожанами уже в конце следующей недели. Ну, а теперь от событий дорожных перейдем к новостям финансовым. Средняя зарплата – термин, о котором уже слагают легенды. И вот появился новый повод вспомнить о них. А все потому, что, согласно официальным данным, доход жителей региона снизился. Повторю, это официальная статистика. Ну и что же здесь необычного, спросите вы? Позвольте объяснить. Дело в том, что обычный Иркутскстат рапортует только об увеличении доходов населения. Что же касается минувшего августа, то в этом месяце средняя заработная плата стала меньше на 2,5%. Ну, или тысячу рублей. Теперь доход среднестатистического жителя Иркутской области равняется всего лишь 39,5 тысячам рублей. Ну, а так ли это на самом деле, судить уже вам. Собственно, статистика статистикой, а какова реальная ситуация. Мы решили выяснить у иркутян, как в последнее время изменились их зарплаты. Увеличились, уменьшились или все осталось по-прежнему? Ответы прохожих узнаете прямо сейчас. Такая же осталась, что и была в прошлом году? У меня вообще она стабильная, настолько стабильная, что даже смешно. Я преподаю ее 20 лет в Иркутске, в школе. Как было 8 тысяч, был оклад, так и остался. Цены поднимаются, зарплата снижается. Осталась такая же, конечно, но реально, реально, то есть доходы снизились. То есть уже свободного остатка денег, как было раньше, после уплаты всех коммунальных услуг, они, конечно, намного меньше. Я бы не сказала, что стабильно, конечно, это уменьшается. Похвастаться увеличившейся в последнее время зарплатой никто из запрошенных сегодня не смог. У большинства она осталась на прежнем уровне. Вот только цены на месте не стоят, как правило, растут. Поэтому говорить о какой-либо стабильности, увы, не приходится. Алена Полоненко, Андрей Назаров. Новости по будням. А вот кому стабильности не занимать, так это жительница Устилимска. Женщина целый месяц не пускала к себе в квартиру коммунальщиков. И все бы ничего, но от этого страдали другие жители подъезда, которым не могли включить отопление. Так они и жили. Одна охраняла свою жилплощадь, другие мерзли. Дело в том, что коммунальщики выявили протечку в стояке отопления именно в квартире у нелюдимой женщины. Без ремонта включать батареи было просто нельзя. Чтобы исправить ситуацию, сотрудники управляющей компании обратились в суд. Фемида их поддержала. В итоге, после продолжительного общения с приставами, женщина все-таки предоставила доступ в помещение. Внимание, вопрос. А для чего тогда было прятаться за дверью с самого начала? Каждый из нас, я думаю, хотя бы раз сталкивался с такими соседями, что вольно или невольно усложняют жизнь отдельной лестничной площадки. А то и всего подъезда. Сегодня мы решили проанализировать, что же именно чаще всего становится поводом для испорченных отношений и нервов в домах Иркутской области. Предлагаем вашему вниманию топ-3 типа соседей, с которыми обычно невозможно договориться. Соседи. Кто-то из них радует, кого-то мы вообще не видим, но есть персонажи, которые изрядно портят нам жизнь. Самый распространенный тип таких личностей – сосед Плюшкин. К себе он несет все, что под руку повернется. Вот, например, дом такого накопителя в Иркутском районе. В этих кучах мусора можно встретить тараканов, клопов и прочую малоприятную живность. Кстати, о живности. Как раз с ней связан второй тип соседа, а именно сосед-натуралист. В его квартире могут жить десятки собак, кошек и других представителей фауны. Таких в Иркутской области тоже можно встретить едва ли не в каждом дворе. Надо ли говорить, что за всеми своими зверятами эти люди обычно не убирают. В общем, мало приятного. Ну и, наконец, третий тип – сосед-на-все-руки-мастер. И, казалось бы, что в нем плохого? Ну, а если такой человек начнет переделывать квартиру, круша фундамент всего дома? И ведь прецеденты были, причем в Иркутске. Тогда только через суд удалось остановить бурную деятельность хозяина. И мы искренне надеемся, что среди ваших соседей ни один из перечисленных типов не отметился. Евгений Шоев, Надежда Казакова. Новости по будням. Еще один тип неудачного соседа – хронический должник по квартплате. Если таких в подъезде несколько, а сам дом старый и проблемный, то жизнь в нем может превратиться в коммунальный кошмар. Как это и произошло в одном из зданий в Иркутске. Здесь проваливается пол. Вообще все полы проваливаются. Провалы видны даже под ковролином. А вот так полы в Иркутской многоэтажке выглядят без него. Доски гниют с необычайной скоростью. Катализатор естественного процесса – вода. Она, по словам жильцов, стоит в подвале годами. Самое страшное началось вместе с отопительным сезоном. Из цоколя повалил пар. Две недели уже, как мы в сауне, были пробные включения. И сразу вода парилась, батареи зашумели. Естественно, мы поняли, что у нас прорвало где-то. Вот звонили, обращались, приехали, откачали воду, но ничего делать не стали. Парилка, полы горячие, дышать нечем, воздуха не хватает. Насколько хватит прочности межэтажных перекрытий – вопрос. Жильцы заглянули в документы бюро техинвентаризации и вздрогнули конструкции, как и полы, деревянные. При этом осушить подвал нет возможности. И это мнение специалистов управляющей компании. Они уверяют, никакого прорыва трубы нет. В подвал круглогодично поступают грунтовые воды. Сейчас они нагреваются от системы отопления. Для регулярной откачки нужны деньги. Но где их регулярно брать, коммунальщики не знают. Ведь жильцы всех 12 квартир традиционно задерживают квартплату. Платят неровно всего 4, остальные не платят вообще. Задолженность за 3 месяца больше 70 тысяч рублей. Мы неоднократно совместно с администрацией Октябрьского района и с водоканалом и другими заинтересованными службами откачивали эту воду. Но она постоянно пребывает. Горячая она потому, что жильцы самовольно включают систему отопления. Поскольку у них горячая вода идет из этой системы. Системное наполнение подвала водой может прекратить только капитальный ремонт. Нужна современная гидроизоляция и новые трубы. Все это в планах на 2019 год. В году текущем, если верить баннеру, здесь должен состояться ремонт кровли. Поможет ли он продержаться палам и потолкам хотя бы несколько месяцев – большой вопрос, ответа на который пока нет. Павел Желудев, Лада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Разруха не только в подвалах, а она еще и на детских площадках. Наверняка именно так бы сказал герой романа «Собачье сердце», побывав сегодня в Иркутске. Фотографии необычных качелей представим вам в рамках рубрики «Народный корреспондент». Если в мире и существует самое слабое звено, то выглядит оно примерно так. Эта цепь установлена на детских качелях в одном из дворов Иркутска. Несколько лет они исправно служили подрастающему поколению, за что и поплатились. Телезритель, который прислал нам эти фотографии, уверен – час краха конструкции близок. Чтобы не допустить детских травм, качели необходимо срочно отремонтировать. Сделать это должны за счет муниципалитета, ведь большая часть городских детских площадок принадлежит именно администрации города. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг. Равнодушных не осталось. Накануне в Иркутске состоялся предпремьерный показ российской мелодрамы под названием «Без меня». Большинством зрителей в зале оказались женщины. Впрочем, именно для них фильм и предназначен. Гостям сеанса довелось оценить работу Кирилла Плетнева. Он режиссер новой ленты, хотя более известен как актер в фильме «Диверсант». Реакция зрителей показала – смена амплуа для Плетнева была удачной. Что, в принципе, для российского кинематографа не единичный случай. Отечественное кино все чаще становится предметом пристального внимания зрителей и критиков, а также получает международные награды и премии. При этом у иркутян всегда есть шанс попасть на предпремьерные показы. Отчасти в этом помогают информационные спонсоры. В случае с фильмом «Без меня» им выступила Авторадио Иркутск. С каждым годом отечественный кинематограф выходит на все более качественный уровень. И Авторадио год от года поддерживает российское кино. Потому как в нашей стране огромное количество талантливых режиссеров, актеров, сценаристов. Но и нам есть, что показать своему зрителю. Также традиционно Авторадио устраивает специальные показы для своих слушателей, которые проходят еще до официальной премьеры фильма. Слушайте хорошую музыку и смотрите российское кино. И еще одна новость мира кино. Короткометражка из Братска получила сразу две премии на фестивале в Каннах. Статуэтки серебряного дельфина жюри присудило в номинациях «Корпоративное видео» и «Персонал». Главный герой фильма – металлург Игорь Демченко. Его на всю планету прославила страсть к полетам. На рабочее время брачанин плавит крылатый металл, а в свободное взмывает ввысь. Иногда на собственноручно собранных радиоуправляемых авиамоделях, иногда на дельтаплане. Самая большая мечта Игоря Демченко – поднять в воздух старенький самолет. Сейчас он как раз занят его ремонтом. Хочет открыть спортивный парашютный клуб. Эта история и стала основой фильма. Возможно, у картины появится продолжение. А вообще фильмы про увлеченных своим делом и мечтами людей в Братске снимают регулярно. Кто знает, возможно, в следующем году серебряных дельфинов из Канн в нашем регионе станет еще больше. А вот это не просто образ, это произведение искусства. В этнографическом музее Санкт-Петербурга сегодня открылась необычная выставка. Среди экспонатов исключительно куклы бурятского скульптора Даши Намдакова. По словам мастера, своими работами он пытается воссоздать образ коренных народов Сибири. Самое время задуматься о своем новом образе и жительницам Иркутской области. Ведь впереди зима, а встретить которую всегда приятно в красивой и теплой шубе. Несколько ценных советов на этот счет дадим в рубрике «Ценный выбор». Это любимое прекрасным полом слово произошло от арабского. Оно означает верхняя одежда с длинным рукавом. Разумеется, речь идет о шубе. И если жителям аравийского полуострова меховые изделия не нужны, то вот для сибиряков это практически необходимая покупка. И, как правило, дорогостоящая. Но только не в салоне кожи и меха и снова. Ведь обновлять зимний гардероб здесь довольно выгодно. В преддверии открытия зимнего сезона состоится акция, которая продлится всего три дня. С 12 по 14 октября. Норковые шубы по акции от 29 тысяч до 70 тысяч рублей. А при покупке шубы из новой коллекции вы получаете подарок. Например, кожаную куртку или пальто. Да-да, обновку на весну и осень можно будет получить совершенно бесплатно. А если нужна шапка для дополнения образа или как стильный аксессуар, пожалуйста, за нее тоже не возьмут денег. Если же от количества моделей и фасонов разбегаются глаза, не беда. Опытные продавцы-консультанты возьмут дело в свои руки и помогут сделать правильный выбор. Евгений Шоев, Надежда Казакова. Новости по будням. Выбирали правильные ответы из нескольких вариантов. Почти 40 иркутян во время астрономического диктанта. Сегодня были подведены итоги этого импровизированного экзамена. Оценки не ставили. У организаторов и не было такой цели. Им хотелось узнать, повлияло ли на общий уровень знаний почти 20-летнее отсутствие астрономии в школьной программе. В итоге самый лучший результат – 29 правильных пунктов из 35. Для кого-то же звезды и светила оказались вообще темным лесом. Всего 7 верных ответов. Однако это не повод расстраиваться. Как говорится, век живи, век учись. Кстати, самому юному участнику диктанта всего 7 лет. Самому взрослому – 49. Средний же результат совпадает с итогами за прошлый год. Знания не астрономии, а анатомии станут лучше у иркутян, которые посетят необычную выставку. В чем ее особенность? Узнаете сразу после новостей спорта. Ювелейный 20-й чемпионат мира по греко-римской борьбе едва не стал победным для ангарчанина. Александр Клевакин принял участие в состязаниях среди ветеранов и стал вторым. В Перми он выступал в весовой категории 78 килограммов. В схватке за выход в финал Александр одержал уверенную победу над соперником из Финляндии. Однако высшая ступень пьедестала осталась непокоренной нашим земляком. В финале он уступил борцу из Молдовы. Уступать были не настроены и другие ангарчане, правда, на всероссийском турнире по панкратиону. Кубок героев в Иркутске собрал вместе 700 спортсменов из 20 регионов страны. 9 воспитанников ангарской школы не только стали лучшими, но и выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Несмотря на то, что турнир был рассчитан на спортсменов от 14 лет, попробовать свои силы в состязании допускали и совсем юных бойцов. Юные спортсмены и их взрослые товарищи вовсю готовятся к состязаниям по УШУ. Уже завтра, 12 октября, столица региона впервые примет Кубок Азии. 150 человек представят Сибирь и Дальний Восток. В составе нашей команды победители и призеры чемпионатов и первенства России по УШУ. За победу они будут бороться в пяти возрастных категориях. Планируется сделать турнир ежегодным. Евгений Шуев, Юлия Горзова. Новости по будням. Каждый год уже в течение трех лет жители региона следят за звездами в селе Мамоны Иркутского района. Именно там появился памятный знак. Здесь наблюдают метеоры. А что еще интересного происходит в регионе и за его пределами, знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте. Осень в этом году выдалась яркая переливы золота, пурпурные цвета. Кое-где даже проскакивают еще оттенки зеленого. Сегодня предлагаю поговорить о яркости жизни. Красок в повседневную рутину исправительной колонии Ангарска добавил один из осужденных. В учреждении была презентована детская книга его супруги. Мужчина же стал иллюстратором издания о буссурийской тайге и ее обитателях. Книга содержит много ярких рисунков флоры и фауны Дальнего Востока. Будучи уроженцем тех мест, мужчина старался, чтобы иллюстрации были не только познавательны для детей, но и передавали его любовь к родному краю. Любимый шедевр из печенья жители одного японского города установили новый рекорд Гиннесса. Из рисовых крекеров они создали гигантскую монолизу. Мозаика, несмотря лишь на коричневые оттенки, получилась достаточно насыщенной. 24 тысячи печенек сложились в картину размером 13 на 9 метров. Однако самым ярким моментом оказалась даже не фиксация рекорда, а съедение репродукции после. Еда им не нужна, а вот от общения они не откажутся. В Красноярске прошла выставка робототехники. Всего больше полусотни экспонатов. Чтобы было еще интереснее, гостям на выставке организовали необычные выступления. Как нельзя кстати в программу вписалась Тесла-шоу с демонстрацией настоящих молний и энергетических полей. Выглядит все довольно впечатляюще. Впечатление от увиденного получат и иркутяне. В столице региона стартует интерактивная выставка «Внутри человека». Экспонатами станут объемные макеты, которые разрешат потрогать. Благодаря этому можно лучше понять строение человеческого тела. И изучить множество интересных фактов. Например, сколько раз за жизнь мы сгибаем пальцы. Чем мы с вами похожи на банана. А также, что мощнее. Человеческое сердце или двигатель Титаника. Вот и все на сегодня. Отличного завершения недели. До встречи. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. После небольшой рекламы эфира РЕН-ТВ продолжат наши федеральные коллеги. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова